Странное дело, обычно производители автомобилей стараются привлечь внимание прессы всеми возможными способами. Притом инфоповод может быть совсем ничтожным – появление новой медиа-системы, создание свежей модификации. Тем удивительнее, что Mercedes замолчал фактическую премьеру 12-цилиндрового Maybach S-класса. На пресс-сайте трехлучевой звезды лишь буднично разместили порцию фотографий. И все. Известно, что модификации S680 полагается 6-литровый 600-сильный V12, а в качестве приданного значится 9-ступенчатый автомат и полный привод. Также флагманскому Maybachу полагается фирменная гибридная надстройка. Цены известны – за 12-цилиндровую ипостась длиннобазного седана придется отдать 28 миллионов. Диаметрально противоположный пример работы пресс-службы от марки Ineos, что разрабатывает внедорожник Гренадер. Напомним, что эта крохотная фирмочка решила действовать кардинально, создав собственный Defender. Посчитав, что любое упоминание, даже самое негативное, кроме некролога – это реклама, представители бренда сделали следующее заявление. К концу 2021 года товарной машины не будет. При этом Ineos всеми силами ускоряет работы по Гренадеру. В ближайших планах собрать 130 прототипов, которые должны наездить не менее миллиона тестовых километров по дорогам и бездорожью Швеции, Северной Америки и Ближнего Востока. Выпускать машину будут на заводе во Франции, что раньше принадлежал концерну Daimler AG. Там делали микролитражки Smart. Загрузить конвейер внедорожниками планируется лишь летом 2022 года. И снова раскритикуем работу пиарщиков. Корейский премиум бренд Genesis выпустил универсал G70 Shooting Brake. Пятидверка, созданная из давно знакомого седана, хороша собой, но полюбоваться ей толком не выйдет. Производитель опубликовал лишь пять фотографий. Европейские продажи стильно сложные новинки начнутся будущей осенью, хотя другие страны под большим вопросом. Ведь только старосветская публика продолжает ценить большие пятидверные универсалы.